Вакцина, которую мы используем сегодня для вакцинации подростков, называется гамм-ковид-вак-м, это значит, что это тот же спутник, которым мы прививали, спутник Ви взрослых вакцинировали, та же схема вакцинации, используется только действующее вещество в 5 раз меньше концентрации, учитывая, что это дети, и используется она в возрасте от 12 до 18 лет, вот эта сниженная концентрация. Эффективность такая же, схемы, как я уже сказала, точно такие же, и, в общем-то, и противопоказания, если мы говорим об этом, они тоже точно такие же, как и у взрослых. Вот сейчас в крае, буквально на этой неделе, начал циркулировать новый штамм коронавируса, омикрон. Действительно ли прививка способна помочь в борьбе вот с этим штаммом? Ну, не посреди все наши ученые-вирусологи, институт Гамалеи, они говорят о том, что действительно вакцина эффективна против тех штаммов, которые циркулируют на сегодняшний день. То есть где-то перекрестный иммунный ответ будет идти. В любом случае вакцина, скажем, не предохраняет от заболевания, она предохраняет от развития тяжелых форм заболевания, от развития тяжелых осложнений и летального схода. Есть ли детки, у которых выявлен омикрон? В Крае, непосредственно то, что мы читали, также с вами в средствах массовой информации, завозные случаи в Сабалтайский Край есть. Но вот непосредственно в нашем отделении еще серотипирование вируса не проводили. То есть мы пока делаем метод ПЦР и выявляем, нам просто приходит результат, что выявлено РНК коронавируса без серотипирования. Каковы симптомы и первые признаки нового штамма? Ну, если мы говорим об омикроне, чем он отличается, в принципе, этот вирус, штамм вируса, во-первых, он более контагиозный, инкубационный период сокращается, если мы раньше говорили, там до 14 дней считали максимально, то здесь же вы видели, сократили карантинные сроки до 7 дней. Как правило, через 2-3 дня от момента контакта, как вот при обычном респираторной инфекции, как при гриппе, то есть достаточно быстро развивается заболевание. Учитывая, что в большинстве своем, если мы говорим, конечно, оно протекает легко, но почему мы сейчас разворачиваем койки и, в принципе, очень много говорим об омикроне, хотя, в принципе, считается, что он протекает более легко. Учитывая, что заболеет большое количество людей, соответственно, тяжелые формы все равно будут, и средне-тяжелые формы, и вот в массовом этом масштабе, естественно, их будет больше. Особенно это те дети, которые имеют неблагоприятный, преморбидный фон, в частности, это дети с лишней массой веса, это дети с детским церебральным параличом, с хроническими заболеваниями, это дети с бронхиальной астмой. Это, по сути, я вам называю ту группу риска, которую нужно обязательно вакцинировать. Это те дети, которые онкобольные, получают какую-то химию, лучевую терапию. И как только острый процесс стихает, конечно же, они в первую очередь нуждаются в вакцинации. Почему сейчас стоит речь о прекращении плановой помощи, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге? Мы с вами видим, что ее прекратили, потому что может быть внутрибольничное заражение. То, что касается первых симптомов омикрона, допустим, чем он отличается от обычного, начинается, может, с боли в горле, выраженная головная боль, вот одна из таких жалоб, когда интенсивно, может быть рвота, может быть диарея. И опять же, очень сложно сразу отличить это от кишечной инфекции. Боли в мышцах могут быть, вот такие вот основные симптомы. Ну и, как правило, лихорадка, вот если мы там про штамм дельты говорили, там фибрильная, то есть 39-40 лихорадка несколько дней, то при омикроне, ну вот, по крайней мере, те данные, которые есть уже, как правило, это 37-38 градусов, 1-2 дня, как я уже говорю, это в большинстве своем. Но есть случаи, когда и более длительная, и более высокая температура, и поражаются больше верхние дыхательные пути при омикроне, то есть заложены сносы, чихание более выражено, может быть. А при этом потеря обоняния и вкуса не происходит, в отличие от штамма дельта, то есть они тоже вот так вот, ну и от предыдущих штаммов немножко дифференцируются. Пневмонии реже при этом вирусе возникают, чем при предыдущих штаммах. Ну, соответственно, вот я говорю, тяжелого течения меньше. Но в глобальном масштабе, учитывая количество заболевших, мы можем иметь эти формы. Нужно ли проводить тестирование, чтобы различать, болеет там человек, ребенок тем или иным штаммом? Это нужно, вот именно когда заходит новая волна, чтобы понимать, чего от нее ожидать. В рутинном, вот когда идет просто, вот как у нас шло, да, обычное заболевание, то есть когда появляется новый штамм, особенно если он более тяжелый, мы же должны ожидать и готовиться к этому, к этим осложнениям непосредственно. Поэтому, конечно, это нужно отслеживать, но не каждый случай, который возникает. То есть сейчас вот пошел микрон, мы видим, количество заболевших пребывает, в отличие от предыдущих штаммов, прям в разы больше. Но опять же, эта нагрузка легла на амбулаторное звено, их очень много. По стационару есть поступление, но я не могу сказать, что они нас захлестнули. То есть идет обычное поступление. А с точки зрения подбора там стандарта лечения? Нет, лечение не меняется. То есть легкие, средне-тяжелые формы по клиническим рекомендациям, пока новых рекомендаций не выходило в 2022 году. Многие медики, инфекционисты, отечественные, зарубежные говорят, что вот сейчас прежде всего в зоне риска дети, и особенно малыши. Вот почему так происходит? Этот штамм, во-первых, почему дети? Дети, у них больше скученность. За счет чего? Детские дошкольные учреждения, школа. То есть если мы говорим пенсионеры, допустим, они все сидят дома, им сказали, они это соблюдают. У детей это невозможно сделать, у них социум. То есть они более подвержены. Второй момент, наши дети не вакцинированы. Плюс у нас взрослые не вакцинированы 100%. Естественно, дети будут уязвимы более. То есть они будут болеть больше, учитывая, что у них передвижение гораздо активнее, чем, допустим, у того же пожилого контингента. А есть ли какие-то медицинские противопоказания для вакцинации детей? Да, медицинские противопоказания. Есть это то, что касается абсолютной. Это анафилактоиды, то есть выражены аллергические реакции на компоненты вакцины. То есть если человек знает, что читает инструкцию, на те компоненты у него есть аллергия, она подтверждена, то ему не будут вакцинировать. Второй момент, если было в анамнезе какие-то анафилактоидные реакции, и не устанавливают конкретно на что, но если эти реакции были, эта тоже группа будет отсекаться. Хотя не совсем кто-то бы может и хотел, чтобы их вакцинировали. Но учитывая, что это противопоказание написано, и даже если этот компонент не входит в вакцину, их вакцинировать не будут, потому что есть вот такое указание в вакцине. Плюс непосредственно, если идет обострение хронического заболевания, тоже не будут вакцинировать. Если сейчас идет острый период респираторной инфекции, либо там необязательно респираторной, острый период любого заболевания будет являться противопоказанием. Но относительное противопоказание. Абсолютно это, конечно, непереносимость компонентов вакцины. Либо, если на первый компонент будет, опять же, анафилактоидная реакция, очень тяжелая реакция, то второй компонент водиться уже, естественно, не будет. Галина Михайловна, что такое анафилактоидная реакция? Анафилактический шок. Есть такое понимание, это резко падает давление, и больной может погибнуть. Многие взрослые опасались сами прививаться, потому что, говорили, вакцина еще не прошла клинические испытания. В том числе сейчас вот такая тема обсуждается и про детей. Говорят о том, что препарат еще проходит клинические испытания. Вакцину без клинических испытаний никто не зарегистрирует. Это обязательные условия, и это во всем мире они соблюдаются. Поэтому вакцина прошла клинические испытания. То, что касается создания этой вакцины, там началось еще штаммы коронавируса. В 2002-м была вспышка, в 2012-м SARS была инфекция непосредственно. То есть уже были наработки. И это только осталось адаптировать, то, что почему так быстро и сделали. Клинические испытания все прошли, и на детях в том числе и прошли. Сейчас проходят клинические испытания. Назальные вакцины уже проходят. То есть мы тоже ждем. Это тот же спутник опять же идет. Только назальная форма уже не внутримышечная. Поэтому это все проходит. Боятся в данной ситуации. Если мы сравниваем риски, которые могут возникнуть от вакцинации и риски от развития болезни, естественно, летальный исход, та тяжесть заболевания, которая развивается в период заболевания, и те последствия, которые возникают после коронавирусной инфекции в виде поражения сердца, поражения легких, поражения желудочно-кишечного тракта. Ведь эта болезнь, она сама по себе очень нелогична. Мы не можем предсказать, как у того или иного человека может протекать заболевание. У нас есть люди, которые имеют массу хронических заболеваний, протекало очень тяжело, и они выздоравливали. Есть люди, которые практически не болевшие и молодого возраста, и они уходили на фоне этой болезни. Поэтому спрогнозировать, как в том или ином случае будет болезнь, невозможно. Поэтому, учитывая, что весь мир ввел основную меру профилактики вакцинации, естественно, мы тоже стараемся следовать этому, то есть вакцинироваться. У вас сейчас в стационаре много детей лежит? И тяжело ли болеют? Ну вот у нас развернут инфекционный госпиталь на базе двух инфекционных отделений больницы номер 12. На сегодня 42 ребенка находятся. Причем в госпитале не лежат дети с легкой степенью тяжести. Это лежат средне-тяжелые формы и тяжелые. В реанимации три человека, начиная в возрасте от трех месяцев, заканчивая 16 лет. То есть к вопросу, естественно, подростки болеют тяжелее, их больше, но тем не менее есть и дети. Но начиная с месячного возраста, который и на искусственной вентиляции легких. То есть протекает не у всех так, как нам бы хотелось. Вот сейчас европейские медики как раз говорят, что будут болеть тяжело именно детки младшего возраста. Именно от рождения до 4 лет. Но вот это как раз почему они болеют. Они и болеют, и есть, особенно если какой-то неблагоприятный форм тяжелый. То есть это в масштабе их будет просто больше, потому что заражение будет больше. Поэтому мы выявлять будем больше тяжелых форм. А не за счет того, что этот вирус дает больше тяжелых форм. То есть если мы сравниваем по пневмониям, я говорю с предыдущими, она в разы меньше вызывает пневмонии. По летальности, допустим, ну где-то тоже в 4 раза меньше летальности идет от этого штамма. Здесь больше будет зараженных. Больше бессимптомных форм, легких форм. Они будут источником инфекции. И поэтому опять же дети, почему они будут болеть? Потому что половина из них будет носить в себе вирус, половина из них будет болеть. И вот они вот так пересекаться будут заражать, соответственно, тех же опять и взрослые, и пожилой контингент, которые все равно являются больше у них хронических заболеваний, соответственно, больше, скажем, шансов протекать болезнь тяжелее. Ваш совет родителям, которые еще, быть может, сомневаются, ставить ребенку прививку или нет? Но учитывая, что я инфекционист и понимаю, что основная мера профилактики – это только вакцинация тех тяжелых инфекций, которые могут вызывать летальные исходы, то, естественно, мой совет – вакцинировать. Просто это должно быть индивидуально в тот или иной период ребенку, чтобы дома никто не болел. Потому что если дома кто-то болеет респираторной инфекцией и ребенку поставят прививку, естественно, он заболеет той респираторной инфекцией, иммунный ответ будет не тот, который бы ожидался именно непосредственно на вакцинацию. Поэтому это все индивидуально вакцинировать однозначно, да, но только каждому ребенку свое время, своя подготовка, если это требуется, и свои условия для вот именно создания вакцинации. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо.